Жизнь редкого дерева под угрозой. Единственный в Чите дуб оказался на территории будущей стройки. Ирина Трофимова выясняла, какая судьба ждет дерево. 60 лет назад его посадил житель Читы Семен Осипович Нескоромных. Можно предположить, чтобы дуб прижился, дереву понадобились немалые усилия. В условиях забайкальского климата дубы обычно не выживают. А он растет, радует буйной листвой летом и даже старается не сбрасывать ее зимой. Старые листва опадают только тогда, когда проклюнутся почки. Сейчас дерево оказалось на территории планируемой стройки. Деревянный дом, во дворе которого он растет, снесут, а рядом возведут многоэтажку. Защитники природы, неравнодушные четинцы, беспокоятся за его судьбу. Однако застройщик заверяет, дерево-ветеран не пострадает. На первом этапе строительства мы планируем сейчас строить Паничаево, жилой дом. Дерево мешать нам не будет. Мы его выгородим, он будет, в общем-то, обнесен забором. Мешать заходу транспорта не будет. В дальнейшем, при освоении этого участка, он также попадает за красную линию застройки, но очень близко может быть от дома. Постараемся сохранить его. Он однозначно будет у нас под присмотром. И даже есть определенный интерес у тех же вот у нас линейных, у прорабов, у мастеров. Ну, тем более, когда их поставили известно, что на площадке у нас такое дерево, значит, любопытство проявилось у ребят. Кто-то даже попросил желудей дать им для последующей рассады. Пересадить дерево с места будущего строительства довольно сложно. Говорят ученые, корневая система дуба примерно такой же ширины, как и его крона. А это значит, что для его пересадки понадобились бы специальные приспособления, которых частей нет. Кроме того, дерево может этого просто не перенести. Я надеюсь, что на этом месте вполне реально было бы создать небольшой сквер. Ну, может быть, там не нужно так много места, и его будет достаточно. И может быть, когда-то там появится даже и какая-то табличка с упоминанием о человеке, который посадил это дерево. У строительной фирмы уже есть опыт сохранения редкого для четы дерева кедра, который тоже оказался на территории возведения здания. Во время строительных работ его сумели сохранить. Но как только дом сдали, дерево осталось без внимания, и редкое растение погибло. Чтобы такая судьба не постигла знаменитый Читинский дуб, ученые предлагают сделать уникальное для Читы дерево памятником природы. На региональном уровне это компетенция Министерства природных ресурсов края. Ирина Трофимова, Сергей Бумагин, Вести Чита.